утренний гость утренний гость друзья добрались мы до замечательной рубрики утреннего гостя и из огня до в полымя прямо сейчас мне хочется сказать потому что эта фраза как никогда актуально только гость позвали посадили в студию как он принялся сразу делать то что ему мне кажется уже привычный так у нас в студии художник портретист искусствовед и больше всего мне нравится из этого перечня шаржист друзья элимби тургай элимби доброе утро привет доброе утро всем вот почему говорю что из огня до в плыве а потому что это лимби как вы видите уже рисует с натуры рисует нашу замечательную анголицыну что это будет вот сразу хочу задать вопрос так что я вижу только черненький планшет и фломастеры это будет я пока не покажу я думаю все таки стоит смотреть на это в конце это будет небольшой шаржик шаржик пятиминуточка скажем так на магните этим только в чебоксарах я занимаюсь то есть заранее заготавливаю магниты заранее мы их оформляем распечатываем в центре рисуем шаржик и люди приходят домой с готовым портретом своим клеит на холодильник и каждый день смотрит на себя любуются вспоминают мероприятие где они так отвязно хорошенечко погуляли и вот я сейчас вам хочу показать пример как это делается если вдруг наши зрители еще не сталкивались со мной на каких-то мероприятиях сколько по времени занимает эта работа потому что если мы берем мероприятие где наверное человек 50 60 какой охват вы можете захватить сколько людей можно нарисовать за часовой ну вот за час примерно около восьми людей ну плюс минус один-два человека потому что люди все разные типы людей разные кого-то можно успеть буквально за пять минут нарисовать кого-то можно успеть ну за 10 минут потому что типаж более сложный в среднем около человек восьми уходит да вот или без казана то что максима рисовать сложнее чем меня почему потому что вот у вас она довольно яркая внешность то есть выразительные карие глаза пухлые губы вытянутые лицо вот естественно еще девочки они всегда такие красиво накрашенные вот все это выразительно реснички девочки любят да когда там он ресничками рисует вот а максим он у него скажем так более классический тип лица такое правильное правильное построение удивительно сколько много вещей я себе сейчас зацепиться не за что в общем он слишком правильный а мы шаржисты любим чтобы были уши побольше нос большой желательно мои маленькие уши большей нос нормально это характера вот сказала или бикок это да как тоже как ван шаг 5-минутный шаржечек я нарисую и потом как у ван гога все получится и любви вот говорите вы что рисуете много шаржа в последнее время 8 а то и 10 человек за час если сидите на империи на мероприятии наверное а часа три-четыре то это сколько это 40 человек как астки обрисовывать где-то да что происходит с руками в тот момент когда вы заканчивали вы понимаете что поток желающих видеть себя в вот этому то есть в искусстве шаржи закончился четыре часа это не предел за четыре часа можно так слегка чуть-чуть размяться слегка подутомиться у меня мой максимум был 8 часов безостановочной работы такой знаете когда там ну грубо говоря даже на перекурс ходить нельзя я не курю если что правильно и вам не советуем ну 8 часов да это конечно сложно потом уже начинают и пальцы не имеете руки затекать ну ничего это работа как отправляетесь с этим какие-то ванночки теплые ах ну конечно ванночки вот так как там мы писали мы писали наши пальчики устали то есть это помогает буквально такие детские упражнения которые знают каждый ну и просто элементарно дать рукам отдохнуть спать вот в такой позе не сгибать локти такие маленькие секреты любя вы рисовали когда-нибудь себя конечно я не такой тип людей которые говорят что сапожник без сапог я думаю когда учишься рисовать еще в юные годы интересен процесс самопознания это же так интересно смотреть в зеркало и пытаться себя запечатлеть вот и тогда пробовала и потом уже когда можно сказать мое становление произошло было такое что а чё это я себя ты не могу нарисовать что же я я же тоже но у меня вот как у максима такой тип лица слишком прекрасный вот то есть зацепиться не за что тонкие такие черты но тем не менее у меня есть свои портреты и в электронном виде я себя рисовала и карандашами рисовала я себя балую иногда когда вы поняли что вы хотите стать именно художником это вот приходит в раннем детстве или как-то осознанно более старших классах может быть или даже еще старше ну как и все детки рисуют в детстве еще в возрасте в детском садике там сам я думаю это наверное у меня первая мама заметила где-то наверное в классе в пятом шестом отвела за ручку практически художественную школу там меня сразу взяли во второй класс сказали а ничего тут девочка чего-то там может вот и как-то у меня эта школа задалась то есть кружки и музыкальную школа до этого посещала не сложилось какие-то кружки и танцы не не притягивала меня это скажем так а художественную школу я уже прям с радостью в припрыжку ходила и потом так уж сложилось что дальше уже было не остановить дальше после девятого класса я ушла в училище отучилась на мастера народных промыслов после него поступил на худ граф после худ графа даже в аспирантуре поручилась вот на искусствоведа и тяга к портрету она всегда как-то параллельно у меня шла то есть вот этот интерес именно к лицу не к пейзажем не к натюрмортом почему-то я не знаю и мало того стало получаться то есть люди они похожи это же один из самых главных принципов до портрета вот получается отлично мне это приносит удовольствие но вот портрет портрету рознь да и вот как-то вот последнее время наверняка больше занимаетесь именно шарж и шаржи портреты где-то параллельно примерно одинаково то есть портреты лимби тургай тоже пишет я выдерживаю баланс нет маслом я не пишу у нас в боксарах есть люди которые пишут маслом портреты делают очень хорошо вот но масло это очень тяжелый материал лично для меня потому что это постоянно краски своей мастерской нет в основном работаю на дому это довольно марки процесс скажем так вот я более легкие материалы нет краски обычный акварель гуашь карандаши цветные вот сейчас я работаю над быстрым портретиком над шаржиком маркерами перманентными фломастерами обычными которые в обычных констоварах продаются такие вот быстрые экспресс-материалы скажем так любви вы сказали что вы работаете на дому больше до отчасти как выглядит дом художника это может быть какая-то комната отдельно мастерская я почему-то представляю это последний этаж с большими окнами где какой-то царит беспорядок в ростыне мольберты так ли это ну вы конечно все правильно представляете но это немножечко не мой случай потому что как правило мастерские дают членам союза в буду союза художников вот и это уже такие маститые художники но вообще если честно как таковым художником не себя назвать трудно в сравнении с теми мастерами которые допустим работают у нас в республике которые выставляются в художественном музее картины которых стоят много-много-много тысяч рублей долларов и евро вот потому что все-таки жанр в котором я работаю он такой скажем более развлекательный такой более более мобильный вот то есть с шаржами в союз художников вряд ли возьмут поэтому дома у меня есть свой небольшой кабинетик такая небольшая творческая мастерская рядом с окошками естественно хотя на самом деле работать возможно практически в любом пространстве даже практически на кровати сидя можно рисовать ну как сейчас вы сидите в вашей студии и пишите да вот эту замечательную картину место значения не имеет шарж а анны голицына друзья что еще интересного происходит жизни любит ургай и в ее творчестве мы знаем совсем скоро после небольшой паузы а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот Случаев таких Не было У меня таких не было Чтобы люди Обиделись на то Что я немножечко там Ну грубо говоря Нос допустим Увеличила Я все-таки стараюсь Соблюдать какую-то Приближенно Друзья Я напомню вам Что у нас в студии ДимаTorzok Прямо сейчас Онлайн Здесь рисует Портрет Шарж Анголицыный А совсем скоро Я надеюсь Мы это увидим Прямо сейчас Уйдем на музыкальную паузу И потом вернемся Будем разглядывать Что же наконец-таки получилось Вышла из-под руки Мне не терпится Элимбитургай Кашнигунах телей гурза Парлебулы и жене саванца Тустава на чунданца вза Эх пурнари пурнача Пулаи дара Кашнивали Шульдюберихе Вверши влит А чипочики И шуртулы И зичи вылятся Кусак Дарай бытованам зэ Чун дан юрат На тусам сэн Сылин в водах Черепи чинец Шак юра ма юр Ласкелец И дарай бытованам зэ Чун дан юрат На тусам сэн Сылин в водах Черепи чинец Шак юра ма юр Ласкелец Иргамалдам Херю чире Идамэнце Кашниде Мене чунэнце Ялан чеш Кулы дарай юраду Нихшанын бұлдар Ираду Сылық балат Иллий сунза Пір не бэри Чун адам замза Не бір чухне Ал атаса Эхерт келерей Бұрнаша Идарай мытованам зэ Чун дан юрат На тусам сэн Сылин в водах Черепи чинец Шак юра ма юр Ласкелец Идарай мытованам зэ Чун дан юрат На тусам сэн Сылин в водах Черепи чинец Шак юра ма юр Ласкелец Иргамалдам Иргамалдам Аттіані бігілі парзан Тус таван зэм сэ ва куза Саманы земчий бір тарзан Тадамын кирлежи біре Бұлай дарах кашны валі Телей күргі ялан дулы Кашны кельде очакулы Шаклау бұлдарэ мерэ Идарай мытованам зэ Чун дан юрат На тусам сэн Сылин в водах Черепи чинец Шак юра ма юр Ласкелец Идарай мытованам зэ Чун дан юрат На тусам сэн Сылин в водах Черепи чинец Шак юра ма юр Ласкелец Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь все с автографом, с логотипом, даже есть название вашей замечательной передачи, чтобы украсила твой холодильничек Особенно мне понравились, знаешь что? Понравились щечки, вот эти вот блестящие, которые... Это блики, да, блики на щечках Румяные, да, глаза горят, весна, все Весна, все, то есть не надо теперь заходить там на этот, на сток сена, не пойдешь, нет, все, веселье настроение тебе создано сегодня, да? Да, здорово, спасибо большое, я очень, мне приятно, я даже вот так поаплодирую за эту красоту Вот, друзья, вот такие вот замечательные вещи выходят из под руки, правильно я говорю, да? Да, Элимбит Фургай, который занимается этим... Кстати, сколько лет уже? Наверное, лет пять где-то Пять лет? Не считала Не считала, понятно Ну, вот такие замечательные шаршики Ну, действительно, похоже больше на портрет, да, это не крикатура А вот может ли научиться обычный человек, который, ну, рисует так на уровне, ну, я бы не сказала начального класса, но вот чуть-чуть красиво, я вот могу срисовывать хорошо Смогу ли я научиться рисовать портрет, или нужно мне пройти все-таки какой-то курс, знание, базис какой-то должен быть? Портрет сам по себе довольно сложный жанр, вот, а шарша, он еще более сложный, потому что там нужно же все утрировать и при этом соблюдать пропорции, костяк То есть каждую косточку чувствовать, вот, ну, не знаю ни одного шаржиста-самоучки, который бы это делал на достойном уровне Все-таки учение, свет, можно учиться То есть, любви, все-таки шарж, это жанр сложнее, чем просто портрет, я так понимаю, правильно? Вообще, да, потому что нужно сломать те стереотипы, то, чем у тебя учили, как-то преломить себя, свою голову, свою внутреннюю структуру и работать Интересно, вот скажите, может быть, наверняка вы отвечали на этот вопрос уже неоднократно, но когда рисует человек лицо, пишет лицо, рисует, мне почему-то нравится и это слово, некоторым не нравится Пишет, это правильное слово А там есть какие-то, видимо, делить надо как-то на части, да? Пропорции, конечно То есть, там, я не знаю, квадратики какие-то устраиваются Начинать с центра и идти Вы хотите, чтобы я вам сейчас эту схему рассказала? Я могу рассказать это так, как я рассказывала своим студентам, когда работала на художественном Или, я предлагаю перейти в радиоэфир, как раз-таки мы скоро это уже сделаем и продолжим тему замечательную портрет И вот там уже мы поговорим с вами, как разделить лицо так, чтобы оно получилось похожим на то, что вы рисуете Хорошо А не то, что вы представляете, я не знаю, в своих мечтах, возможно, друзья Совсем скоро мы завершим телеэфир, но, конечно, продолжаем будильники в радиоформате, будем переходить Напоминаем, что у нас в гостях Элимбитургай Очень много различных у нее здесь эпитетов Художник, портретист, искусствовед и шаржист, который, между прочим, такой непростой это жанр, друзья Мы с телезрителем прощаемся, говорим вам хорошего настроения, желаем и всего самого доброго А с радиослушателем продолжим Это Максим Попов, Аня Голицына Оставайтесь с нами, друзья, делайте громче, 100 и 3FM, Томан Радио